Всем доброго времени суток. Сегодня пятница, 16 декабря, и мы будем анализировать график валютной пары евро-доллар. Перед вами месячный таймфрейм и без скользящих средних. Давайте их включим. Что здесь можно сказать? С восьмого года евро к доллару падает. Конечно, тут есть боковики такие, долгие про торговки, но тренд, он медвежий. Если взять волновой анализ, вот первая волна, вот вторая, вот третья, вот четвертая, и сейчас вот идет пятая заключительная. Но мы видим, что цена вот в последнее время отскакивает, и давайте попробуем спрогнозировать дальнейшее движение цены, исходя из технических различных индикаторов и измерений. Мне видится канал. Примерно так он выглядит. Он параллельный. И нижняя граница его находится примерно на 0.85, что говорит о потенциале снижения. Ну и если взять первую волну, дальше продублировать и перенести этот отрезок на третью волну, потом дальше продублировать и перенести вниз. Вниз, ну и получается, что отрезки они все примерно равны, что первая, что третья, что пятая. Возьмем линейку и убедимся в этом. 23 процента. 25. И сейчас вот в моменте снизились всего лишь на 22, то есть это самый короткий отрезок. Ну а 23, это ниже находится, 25 еще ниже. Что также говорит о потенциале снижения. Уберем эти отрезки, чтобы они нам не мешались. Также, что интересно, тут информация, по сути, двойная вершина. Вот линия, которую мы протестировали снизу, когда пробивали. Ну а как вы знаете, отработка осуществляется на размер. Клонируем. Также видим, что по отработке мы не допадали. Это где-то 0.91. Давайте теперь уже возьмем сетку Fibonacci и вот измерим весь рост. Это с 71 года. И видим, что до уровня 0.618 мы даже не дошли. Отскочили раньше. Что также намекает о снижении. Дальше. Включим Bollinger, а вот эти скользяшки уберем, они нам уже не нужны. По линейке измерим вот то, что по нижней полосе прошлись там, в пятнадцатом где-то, или в четырнадцатом. Чуть больше восемнадцати процентов. А сейчас всего лишь четырнадцать. Ну а восемнадцать это 0.19 где-то. Также измерим импульс первой по сетке. Вот он. Потом откат и пошел обвал. Уровень 1.618, то есть золотое сечение, 0.93. Также ниже этих отметок. Ну и включим последний индикатор. RSI. Это индекс относительной силы. Здесь мы видим, что пришли в сильную перепроданность, и индикатор сейчас отскакивает, и цена отскакивает. Но это не значит, что мы сейчас вот прямо отсюда возьмем да полетим по евро-доллару наверх. Потому что, вот если внимательно посмотреть, вот, например, были в сильной перепроданности в нулевых годах, по индикатору отскочили, цена отскочила. Потом индикатор, он вернулся к тем же значениям, а цена при этом значительно упала, обновив лои, и потом еще долго пилилась в боковике. При этом индикатор сам, он рос. Или вот ситуация в пятнадцатом. Тоже были в сильной перепроданности, отскочили по индикатору, и по цене довольно сильно отскочили. Но потом индикатор чуть-чуть сходил вниз, он уже не вернулся к тем отметкам, значениям по индикатору. А цена вернулась к этим же минимумам. Потом индикатор пошел еще выше. Цена, она так сильно вверх не пошла. Ну, опять вернулась там к этим боковым значениям. Но потом индикатор пошел ниже, то есть откатывать, и он уже опять не вернулся. Он все выше и выше был. А цена в какой-то момент взяла и обновила лой, который был. Это все говорит, что, скорее всего, здесь будет долгая история с евро-долларом. И так радужно относиться в плане того, что нужно срочно покупать евро, ну, я бы не стал. Потому что даже если проанализировать евро-рубль и доллар-рубль, то видно, что евро, он существенно вырос по сравнению с доллар-рублем. Ну, это вот как раз на корреляцию оказывает влияние вот то, что мы сейчас разбираем. Я считаю, что в какой-то момент евро, он перестанет к доллару так расти, то есть наоборот пойдет вниз. И евро-рубль и доллар-рубль, они пройдут в баланс, то есть не будет такого различия в цене. Ну, и давайте уже подводить итоги. Я ожидаю евро-доллар в диапазоне. Возьму чуть выше 0.85, то есть от 0.88 до 0.93. И вот этот диапазон, я считаю, он довольно привлекательный для прихода цены. Поэтому в сильный рост евро от текущих отметок, на которых сейчас находимся, я не верю. Я считаю, что здесь все подходит к своему завершению и пойдем вниз. На сегодня все. Всем пока.